очень рад вас видеть я конечно не из такого что но дверь на смазать в общем я очень рад что попал вообще в этот островок надежды так было назвал потому что наше гастрономическое мире у нас как то принято все на кухне учиться и на кухне на потому что основа наверно то чего мы начинали то чего я начинал это прям конечно мощный такой посыл заряд информации которую дал мне свою очередь отец но давайте по порядку разберемся я назвал до лидерство в новые времена о чем собственно я хотел с вами сегодня поговорить мне конечно очень приятно то что каждый из вас получает сейчас знания учится вы получаете высшего образования гастрономические это невероятно нашей стране где то если это возможно сделать еще назовите мне город я вот например не знаю я закончил академию имени плеханова там получался высшее образование какое-то время назад и конечно же начинала на кухне своего отца собственно который буквально своими руками разломал столовую в 90-е годы тогда вот так это было да то есть люди выходили ломали какие-то старые вот эти обычаи старые обряды и пытались построить что-то новое потому что вот советский союз это очень сложный был период когда каждый из нас не мог креативить на кухне в основном мы получали сборник рецептур понимали и был какой-то постулат которым мы работали и собственно мы делали за дня в день одно и то же и после этого собственно конечно когда стена вот этого упала советского союза началось развитие некое креатив но я вам очень завидно что вы начинаете учиться именно в этот период когда на что-то уже изменилось потому что у нас конечно бэк такое себе хотя он все равно дал нам мощный посыл да в общем что за новые времена потому что в новое времена это то что сейчас мы с вами ощущаем то что мы получаем и конечно если говорить про партнерство наверное каждый из вас наверное столкнется в будущем с этим потому что главная наверное идея ваша понять как же я потом могу применить свои знания каждый из вас сейчас учится да вы получаете прокачиваете свои скиллы получаете информацию по след вам нужно будет ее научиться применять и вот иногда в жизни происходит какие-то не у меня большие разрывы в этом и когда ребята приезжают со знаниями становятся на кухню и на них просто нам падает по 3000 человек проходимость в день и просто какой-то невероятный процесс и там и так далее а можно прекратить там высушать спасибо я на кухне на могу сказать она так вот идея в том что все-таки вам немножко рассказать и показать на своем примере что я прошел вот и все собственно первое наверное вот высказывание если говорить про партнерство мне очень понравилось гаен кавасаки сказал то что для стартапа нужно как мимо двое да те кто делает дуэры это сочетание ремесленника мы с вами ремесленники каждый из нас получает ремесло какое-то время назад нему отец передал с девушкой эти знания и бабушка собственно тоже придавала и мама и мне супер повезло потому что ну не знаю там лет 10-15 назад я встретил человека инвестора друга партнера главного это бориса зарякова который меня поверил если говорить как инстакоуч наверное партнерстве главная общая цель то есть да и она собственно мы ее достигли очень быстро за какие-то такой промежуток времени построили байтер вид фамили те рестораны которые часы 25 которых мы работаем в общем а конечно же так скажем стив джобс вряд ли обести в возника вы собственно справился это один дуэр который буквально конструктора 2 супер продавец которые компания apple наверное многим из вас известно каждый из вас наверное есть какой-то гаджет в кармане который наверно носит с собой его или что-то еще но в общем смысл в том что или вы сдаете свои гаджеты шкафчики как это кстати вас нет не сдаете можете собой носить ok вот собственно если говорить про компанию конечно есть очень крутые люди в этом мире которые чего-то добиваются я говорю про советский период когда собственно рестораны буквально строили те люди которые где-то срубили бабла то есть появились деньги на продаже одежды на коммерции на чем-то еще и они начали строить ресторан для себя и для своей тусовки ближнего ближний круг который собственно для них которые могли это сделать им хотелось вкусно есть в ресторанах своих и так далее именно так начинался развитие то скажем в 2000-х начались развития вот этой гастронимической эпопеи в россии начали строиться рестораны и конечно тогда главное было показать себя прийти в ресторан не поесть просто показать себя я часто стоял на мойке ску на кухне своего отца и наблюдал затушенные сигареты в котлеты по киевской и так далее то и для меня это как бы очень тяжело было пережить потому что я человек который делал эти котлеты когда приносили я просто мойки стоял у меня отец учил прокачивать скиллы именно оттуда то есть я учился на мойке мыл быстро и если у меня появлялся свободное время я тратил его на обучение на кухне так я где-то полгода учился очень быстро прошел период непростой моей жизни но тем не менее я работал в своем ресторане то есть мой ресторан был я 18 лет мне подарил отец ресторан собственно и вот я обнаружила в себе какой-то талант и начал это использовать но это отдельная история чуть позже расскажу об этом что такое харизма харизма должна быть у каждого из нас у каждого ремесленника это конечно же первую очередь ответственность за те вещи которые мы делаем первую очередь и невероятная любовь к нашей профессии мы должны любить эту профессию должны чувствовать ее должны там ей пропитываться настолько чтобы можно было передавать дальше и дальше есть люди которые в этом мире известные шеф-повара у вас ноги висят фамилии на стенах мы сидим в классе поле бакюза мои на моей родине это невероятно это люди которые отдали наверное какую-то часть себя для этой профессии и собственно чтобы мы это знамя то скажем если дальше первую часть харизма то есть что кого вы себя представляете кто вы да то есть вы должны понять и сейчас когда вы учитесь вы наверно задумываетесь нужно мне мне ну понимать как резать жульеном или стоит ли вставать так рано каждое утро и учиться готовить и так далее в общем есть люди которые вот не знаю это невероятно девушка дф это вот как раз она в бангкоке который дали три звезды мишлен какое-то время потом она сейчас входит в рейтинг the world 50 best и она просто наверно top the top я по-моему дали награду еще одну очередную буквально недавно этот человек который каждый день приходит на работу рано утром и готовит к своими руками каждое блюдо чем преимущество она стоит на вот этом огне готовит омлет с крабом за которым приходят люди и станутся в очередь там на четыре часа я стоял в этой очереди мне повезло я попал и мы познакомились лично я поел у него это было конечно очень круто это вот ради таких людей собственно стоит мне кажется вообще посещать бангкок ну и конечно же огромное количество подобных прецедентов происходит в мире почему я вам про них рассказываю про то что каждый из вас наверняка в дальнейшем хочет найти свой стиль и и я свой почерк наверное это мечта каждого художника я все-таки сравнил вас немножко с художником том числе в общем лидерство все таки о чем мы говорим и почему лидерство все таки важно да то есть я всех этих людей связывает одно они на ну таких харизматичных людей которых обращают внимание ведь я джои фей работала порядка двадцати лет на этой точке бангкоке и готовила это там лет и за счет того что она делает каждый день очень качественные люди приходили 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 начали отмечать она попала в рейтинге про него сняли фильм и так далее в общем может сказать что я повезло я думаю что это не так скорее в первую очередь это наверное харизма и ответственность за то что мы делаем и как это дело поэтому лидерство это огромная ответственность перед самим собой но я наверное понимаю что каждый из вас мечтает открыть свой ресторан Поднимите руку, кто хочет открыть свой ресторан в будущем. Так, отлично. А кто готов потерять там пару миллионов и пойти дальше? О, нормально у вас. Неплохо, неплохо, неплохо. Неплохо, да. В общем, да, кто-то говорит, где их взять. Ребят, реально, это огромная мотивация, огромная ответственность. Конечно же, главная мотивация, мы думаем, что бабки, да? Ну, то есть, в первую очередь. Внимание, если пройти по моей истории, да, там, я получил как на 18-летие ресторан. Отец мне подарил ресторан. У меня была машина, у меня был дом, собственно, с бассейном. Не вру, серьезно это было, мне 18 лет. Я ходил с каким-то телефоном Nokia, тогда я помню, Ericsson, Ericsson какой-то у меня был. Я был в школе с новым телефоном. Да, люди, которые работали в те времена, были так называемые в те времена блатные, как бы, да. Да, ну, в общем, кто работал в ресторанном бизнесе, это, в первую очередь, были шефы, которые делали бизнес, делали деньги на кухне. То есть, как это происходило? Привозили продукты, давали 20 килограмм свеклы, там, из, там, не знаю, там, из 10 килограмм они готовили борщ, а 10 продавали тут же сразу, получали деньги обратно и зарабатывали на этом. Ну, вот, была такая страна. Да, это было очень тяжело. Конечно, креативным шефом было сложно работать. Я помню свою бабушку, которая реально на кухне готовила, и огромное количество к нам людей приезжало. Был мэр города, приезжал к нам, я прям с такого возраста помню, как она делала, какие-то оладушки жарила, какие-то медовики делала, ужин делала с ванной у нас дома, это был частный дом такой, и она прям готовила каждый раз. Это было так трогательно всегда наблюдать за этих людей, которые просто толпами приезжали к ней есть домой, потому что в ресторане она не могла это приготовить. Мой дед просто сидел и плакал, он был мастер производственного обучения, кстати, в школе, и он понимал, что он не может, он учит детей, ну, там, и они не могут применить эти знания, то есть они не могут творить на кухне, потому что у нас были какие-то одинаковые вещи, да, все. Ну, там, я же не буду говорить про майонез и про все остальное, которое в свое время приехало в нашу страну и все изменило. В общем, как быстро достичь чего-то, и, если хотите, можете сфотать, если хотите, потом я отправлю, это вот те книги, которые вам помогут разобраться, в первую очередь, с самим себе. Как правильно выбрать мотивацию? Потому что говорить, что деньги, главная мотивация, это не так. То есть у меня было тогда очень много, но я все равно, главная мотивация была, наверное, доказать, в первую очередь, своему отцу или самому себе, наверное, что я чего-то стою. И я уехал, собственно, в Москву учиться и вот закончил университет, учился у разных шефов. Мне, конечно, вдохновлял меня мой дедушка очень невероятно, потому что он мне помогал это все делать буквально своими руками. У него были связи тут с шеф-поварами, я приезжал в Москву, учился и так вот наездом возвращался. И потом, конечно, у нас случился разрыв с отцом. Ну, а, наверное, не главная тема этого разговора, хотя, наверное, про партнерство важно понимать, с кем ты. И партнер это в основном не тот человек, который тебе вкладывает деньги, а скорее вкладывает знания. Вот я сейчас ваш партнер, я хочу поделиться с вами своей частью своей жизни, и каждый из вас наверняка хочет поделиться со мной, и я очень рад. То есть партнерство, когда оба партнеры довольны, когда, наоборот, по-другому называется. В общем, если говорить про лидерство и наставников, я бы хотел немножко такой экскурс вам двинуть, своих наставников. Немного быстро покажу, расскажу про, наверное, первых. Ну, первый это мой отец как раз. Это вот он буквально телекомпания на Netflix на Chef Table сняла сериал про эту историю даже. То есть это было очень странно. Я в Бразилии стою в конгрессе Месса, стою, готовлю какой-то мастер-класс, разговариваю с людьми, после которого, кстати, в Бразилии в газете написали, что русский готовил крокодила, а это был Кижич. То есть я стоялся такой с рыбой, и они думали, что это крокодил, потому что, знаете, да, когда у самцов нос такой загнутый. В общем, это было очень смешно. Ко мне один из... То есть я готовил такой бэкстейджи, и через 20 минут у нас двинулось время по мастер-классу. Через 20 минут я уже после конца должен был бежать и готовить с Алекса Матало и Виргилио Мартинусом. Это известный шеф, наверняка вы знаете, в ресторане «Дом». Собственно, вот у Алекса, это было в Сан-Павло, и у меня в голове был только этот ужин. И когда я читал лекцию, я думал только о нем. И когда после этой лекции я, собственно, все быстрее хватать и бежал в ресторан, ко мне подошел главный режиссер фильма «Шеф Тейбл» и предложил снять про меня фильм. На что я ему сказал, чувак, давай потом. Я как бы... А я тогда даже не знал, что такое Netflix, честно говоря. В России... Кстати, я думаю, что до сих пор 2% людей знает, что такое Netflix. Это, кстати, официальная информация. Так вот, я как бы, естественно... И на следующий день мне звонили пиар-директора, рвали на себе волосы, как ты мог отказаться, ты знаешь, кто это, и так далее. Ну, в общем, на человек все равно обратил на меня внимание, потому что, ну, видно, у каждого есть шанс, да, вот и о чем. Так вот, история про отца. Отец много очень вкладывал в меня и вкладывает до сих пор. Это очень интересный человек. Когда он готовит, я нет, я только ем. Да, у нас такое бывает, но хотя мы иногда все равно спорим. Дошло иногда до такого, что я просто... У нас было 2 меню в ресторане. То есть одно меню было мое, а одно его, да. Вы знаете, он бы мог поглотить мою информацию. Я очень много путешествовал в Москву, учился. Я из города Весентуки, да. Я забыл сказать, что я в Весентуках вырос. Это такой город, где есть миральная вода. Бьют буквально из каждого двора. Там можно ведро поставлять и, да, ванны принимать с ним. Но этого никто не делает. Но тем не менее, я реально очень любил готовить с отцом. И это выросло однажды вот в ресторан. Я учился, ездил в Москву. Мне было очень интересно узнавать что-то новое. Я изменялся в русской кухне с французами, с шведами, с норвегами, с итальянцами. Получил невероятное удовольствие от этого. Когда я приезжал туда, на Миральные воды, в Весентуки, в ресторан отца, Самарская пристань называлась, куда все приезжают наши шашлыки, вы понимаете. На юг приезжают наши шашлыки. И там в воскресенье дым просто из каждого двора. То есть там пахнет шашлыками весь город. Отец готов в те времена русско-купеческую кухню. И у меня были блюда такие, как сорбеты соленого огурца, там вот это все, понимаете. И я, конечно, это выводил. И, конечно, люди, которые приезжали на шашлыки, они попадали в этот ресторан, и у них был просто шок. Они, что, какой сорбет соленого огурца, понимаете, да, то есть разрыв шаблонов. Я понимал, что якобы там не очень нужен. В принципе, я хотел дальше творить, но отец, в свою очередь, помог мне. Чем? Потому что сейчас я работаю бренд-шефом, собственно, White Rave Family, и работаю с разными шефами. И на стадии формирования меню, когда мы пишем меню буквально, я смотрю на это. И мы пишем меню вместе, а потом я немножко отхожу в сторону, и ребята сами начинают творить. Мы открываем не ресторан, мы открываем новые миры. Для меня ресторан — это новый мир, построить новый мир. Потому что люди, которые там работают, они получают удовольствие каждый день от того, что делают. Если они не получают удовольствие, то мы стараемся над этим работать. То есть я такой еще обоиный клей, это сказал Рене Редзеппе, кстати, что шеф должен быть обоиный клей, который подходит, подклеивает постоянные обои. То есть ты человек, который соединяет талантливых людей. Очень спасибо моему отцу, он очень крутой, да, я его очень люблю. Второй, наверное, мой учитель, который, так скажем, трагично ушел в этом году из жизни, это Александр Николаевич Филин, который, когда я увидел этого человека, друзья, на одной из выставок, по-моему, это была первая выставка «Пир», я был таким вот, это первая фотка моя, такой молодой, видите, такой прям модный парень, он стал таким, с такими медалями, и уж ходил, так звенел, и я так думаю, блин, ничего себе, то есть так тоже можно звенеть медалями. Я думал, блин, я так хотел, чтобы это звенело у меня все тоже. И у меня была тогда все такая мечта, и я к Николаевичу пришел учиться, собственно, дедушка договорился, опять же, я стажировался у него на кухне. Найти стажировку тогда было очень непросто, потому что это были гостиницы, и там были огромные очереди, хорошие рестораны, где работают европейцы, потому что была советская кухня, там совсем по-другому было все. И он меня взял на стажировку и приложил работу, и так я начал работать, собственно, я помню тот самый звонок, когда звонил отцу и говорил об этом, у него был шок, но это я принял решение и решил уехать в Москву навсегда. Ну, собственно, вот, да, Царствие Небесное Николаевича очень крутой шеф, он очень много дал мне, очень сильный человек, и, в принципе, главное, наверное, отличие, что он дал, вам всем пригодится это, вы вскоре поймете, когда вы станете шефами, каждый день мы готовили для него став, то есть каждый день мы готовили ему обед и ужин, и у нас был такой некий конкурс внутренний между поварами, мы готовили специально для него. Вот я сегодня, кстати, внизу пробовал, как готовил, а кто готовил сегодня вечером? Ну, то есть сегодня кто готовил для нас? Поднимите руки. Ну, смелее, смелее, очень вкусно было, да, круто, ребят, спасибо большое, это прямо очень круто, то есть я, то, что я попробовал, это прям, это не первая пресская шутка, да, это правда вкусно. И когда я реально, когда мы делали для Али Николаевича то же самое, это был прям повод, я учил книги, я листал их, я ходил на стажировки, другие рестораны, чтобы учиться совмещать какие-то необычные продукты, и приготовил, и когда, и знаете, как был апогей, когда он выбегал на кухню, говорил, кто это приготовил, то есть вот это, и для меня это было, вау, то есть это был я, если, то это был, конечно, не только я был, то есть много было шефов, которые готовили круто, да, там, то есть таким образом он давал на возможность нам развиваться творчески, крутое знание, поэтому применяйте его. Я, к сожалению, не применил еще пока это на кухне, да, но надеюсь, что скоро это произойдет, да, но я просто на своих ребят посмотрел, намекаю на то, что я уже давно готов пробовать их еду. Итак, наверное, третий учитель — это Кристиан Этьен, это человек, который я называл французским отцом, который, я помню, Кристиана, когда я зашел, это рядом ресторан у него с Поли де Пап, Поли де Пап — это где заседали раньше папский, папский дворец такой, и город Авеньон превращается в один месяц летом в город театров, это невероятно красиво, там пахнет вербеной, даже зимой, там очень какие-то французские тарты, вот эти тартатены, там вот эти яблочные пироги, там прямо вы наверняка это будете учить или уже учили, и Кристиан — это тот человек, который встретил меня с розовым шампанским, я помню, это было поздно вечером, он абсолютно не разговаривал на английском языке, я абсолютно не говорил на французском, это было очень смешно, у меня был перевозчик у Фати Парк, это жена Филиппа Парка, известного кондитера, и она буквально переводила, собственно, о чем мы разговариваем, и меня очень быстро записали на стаж, я попал туда, моя мечта была поработать в ресторане, работающем в Франции, и это очень много мне дало, да, и вот, собственно, Кристиан, что сделал, тоже, что мне помогло в жизни, я приготовил русскую кухню для него, раз в году он готовил русское Рождество, и делал реально это очень красиво, французы приезжали, ели пирожки с водкой, ему очень это нравилось, смеялись там, да, но когда Кристиан приготовил русскую кухню, я сказал, Кристиан, ты очень шеф крутой, но это не русская кухня, это там очень плохо, это невкусно, это как бы ты смеешься над нами, и я предложил ему приготовить настоящую русскую кухню, я сделал ему борщ, там, тельное, сделал там телятина суворов, кстати, для него это особенно было смешно, да, и все это приготовил, и он попробовал, сказал, это вообще другой уровень, он говорит, по вкусу, но я немножко доработаю, дай мне время, и он реально взял вкус моей еды и подал ее по-французски, красиво, и я тогда был удивлен, он увидел свой ключ, по сути, это был ключ, как мир должен видеть русскую кухню, то есть он взял борщ, сварил там его, они не понимают, как в борще может быть джулиен из овощей, у них просто стресс, когда они поднимают и увидят это, и он представляет себя сразу в голове, как человек, который ест с галстуком, дорогой рубашки, костюм, и вот это падает ему все на галстук, и они не могут представить себе, что там в файданинге можно подать борщ, то есть у них это вообще в принципе невозможно, и он, конечно, там что-то изменил, но мне понравилось то, что он сделал другое, он написал на меню Владимир Мухин, то есть он не написал своего имени даже там, и подал, и это был невероятный ужин на 800 человек, когда приходили французы, все думали, известный шеф-повар, они такие, Ком, Анатолий Ком был тогда, он, кстати, готовил один из ужинов, это 2008 год был, я был готов в Виньоне, а он готовил Куршавели ужин, и все приехали на Ком, а был Мухин, да, ну то есть так произошло, да, ну вот, да, собственно, с тем пор, мне кажется, Ком меня недолюбливают из-за этого, ну, в общем, Кристиан Этин великий шеф, великий просто, сейчас его можно встретить, только, мне кажется, он уже отдал свой ресторан своему шефу, иногда там появляется, но если вдруг вам получится попасть к этому шефу, где он готовит, это просто топ, собственно, это вот, наверное, один из самых сильных людей, которые мне сделал из меня шефа, потому что он познакомил меня со всеми французскими шефами, друзьями своими, и, конечно же, я понял, что у него есть друзья, и они могут меня научить чему-то еще, я работал у него в ресторане, и мне не было проблем мыть кухню, собственно, я думаю, что для вас тоже это не проблема, да, то есть обычно очень странно в России, я человек из России, я приехал, и когда я понял, что котломочник сегодня наш не вышел на работу, потому что он заболел, и нам нужно мыть посуду самим, у меня был шок, что для французов нормально, ну и что, ну да, помыли посуду, и это был день, два, три, неделя, две, пока он не выздоровел, а потом, когда человек вышел на работу, все ему молились просто, и вы понимаете, что каждый член команды важен, да, на кухне, и особенно человек, который моет посуду каждый день, это очень сложный такой труд, и эту работу тоже надо уважать, это очень важно. Ну и, конечно, еще один из ярких, наверное, партнеров, это моя, собственно, жена, да, вот сейчас отойдет человек, вот, да, да, Соня, вот она меня, собственно, сделала. Очень важный момент, потому что вы все молодые, вы сейчас формируетесь, и, наверное, для каждого мужчины тыл, это, наверное, один из самых сильных, мощных мотиваторов в жизни. Вот она, собственно, подарила мне двух детей, и это просто невероятно, я очень люблю ее. Спасибо ей огромное за это тоже. В общем, да, если говорить вкратце про… Следующее, это вот, да, это стажеры, собственно, наверное, ребята, которые работают с нами. У нас есть очень интересный кейс с точки зрения образования. Если говорить дальше, то, наверное, будущее за какими-то интересными ребятами. И у нас есть обучающая программа, собственно, 12-недельная, которую мы буквально проводим у себя в ресторане. Конечно же, когда я приехал сюда, я говорю, какая главная мотивация моя приехать в школу Пульбакюза. Когда я сюда приехал, я уже понял, что это, наверное, главное, зачем я сюда приехал. Даже не то, что ужин завтра мы сделаем, это тоже важно для нас. Но главное – это выступить перед вами и, наверное, попробовать показать вам, что есть варианты стажировок. Я знаю, что двое. Кто еще? Да, вы двое. Ейте к нам, я очень рад, спасибо. Мы вас очень ждем, да, команда очень рада. Это 12-недельное обучение, стажировка в нашем ресторане, собственно. Главная цель, конечно же, чтобы вы научились, умели готовить и приехали работать в нашу ресторанность. Все очень просто, да. Нет, к тому, что без дураков. Мы готовы трудоустроить сильных специалистов. То есть у нас главная задача вот в этом 12-недельном, так скажем, кейсе – это влюбить, так скажем, людей в команду и оставить их работать с нами. То есть это главная мотивация, наверное, для нас. Потому что 12-недельное – это 3 месяца стажировки. Вы приезжаете, вы погружаетесь полностью в процессы, собственно, работающего ресторана. Здесь вы получаете, с одной стороны, работу в известном ресторане, там, скажем, в 13-м мире, а с другой стороны, обратной стороны, далее – огромный труд. И, наверное, мощный такой заряд и посыл от членов каждой членом команды, где как часы все работает. Каждый вот этот винтик, он важен. От котломольщика до, наверное, я не знаю, гардеробщика. То есть все люди важны. То есть для этого нужно мотивировать, разговаривать, общаться. У нас есть коренной цех, заготовочный, там, холодный, горячий, там. Понятно, что припеп, кандиджский цех, пастри и шеф-тейбл. Шеф-тейбл – это отдельный стол, такое место на кухне у нас, где мы готовим каждый вечер для гостей. Сейчас шеф-тейбл набирает обороты, и мы делаем там еще для молодых шефов такой фаст-трек, называется проект. Каждый шеф со всей России может приехать со своей едой и показать гостям и людям, что вот они могут делать, и мы принимаем их, соответственно. Но единственное, что нужно подготовиться к этому, и они сдают некий экзамен перед этим для нас. То есть мы смотрим, есть коллеги шефов, которые принимают, а потом они свое меню готовят. То есть каждый из вас может приехать в шеф-тейбл и тоже приготовить для гостей. Это очень важно. Ну, для начала научитесь готовить, да, это важно. Это, наверное, понять, как это делать. Окей. У нас есть та же конкурс, собственно, это ребята, которые участвуют в конкурсе в этом году. Каждый год мы проводим конкурсы для поваров, которые оценивают команду White Herbid Family, шефов. Собственно, вот, наверное, в этом году было очень много интересных блюд, которые я подчеркнул для себя. Вы знаете, я открываю для себя какие-то новые вещи просто невероятные, что, оказывается, из тюльпанов можно... Тюльпан можно погладить утюгом и сделать из него... Что там это сделать? Как это называется? Да, это Катя придумала, кстати, да. То есть, если погладить тюльпан, он отслаивается так же, как лук, да, и получается очень прикольно. То есть, очень интересно такое место внутри, можно высушить потом, и туда меренгу наполнить, и все, что угодно. Как старте. Ребята готовили все в трендах. То есть, один парень, который занял второе место, приготовил вообще без ингредиентов. Он взял полный zero waste. То есть, он взял все отходы в ресторане и из них приготовил. То есть, это, на мой взгляд, очень осознанно и невероятно. То есть, ты ешь морской гребешок, а там сок морского гребешка, который никогда не использовали раньше. То есть, этот обычный гребешок открывает, да, и вот эта внешняя рубашка, ее там или бульон, или что-то с ней делают. Вот мы с ней готовим соусы. Он, собственно, сделал, скажем, гребешок воссоздал. Такую кровяную колбасу сделал из гребешка. Ну и многое другое. Понятно, что много интересных, талантливых ребят, которые приготовили разные блюда. Да. Кстати, победителя нет почему-то, да, фотографий победителя нет. Ничего себе. Да, ну ладно. Да, вот, собственно, ребята, которые, вот, перепелка там была еще, да, которая выиграла. В общем, есть всякие развивающие штуки. Ну, если вкратце, не хочу вас долго грузить, как найти своих людей, наверное, важно, вы спросите, а как найти партнера в жизни? Выбрать, ведь партнер – это не только человек, который у вас инвестирует деньги. Партнер – это друг, который смотрит в одну сторону, помните, да? Поэтому, наверное, здесь search. Включайте, как понимать, кто партнер, как выбрать правильных людей. Вы знаете, есть несколько интересных лайфхаков, могу с вами поделиться. Возможно, в будущем вам это пригодится. Я, например, каждую субботу работаю в маркетинге. То есть я не шеф-повар. То есть я забываю, что я шеф-повар, я работаю с маркетологами. Для того, чтобы поменять немножко сферу своего мышления и взять, так скажем, срез, новый взгляд, посмотреть на вещи, я просто занимаюсь тем, что отвечаю в директ в Instagram наших компаний. У нас 25 ресторанов, есть Instagram внутренний, куда пишут гости, я отвечаю на запросы. То есть отвечаю буквально. И, конечно, это вот крутой лайфхак. Это грант, кстати, вот в книге оригинала, который показывал, рекомендуют это делать. Ну и, конечно же, да, я подумал, что было бы здорово посмотреть, вот мы называемся White Rabbit Family, и я просто открыл там признаки здоровой семьи. Что такое здоровая семья? Да, вот, собственно, мне кажется, что очень откликается, в принципе, да, вот эти постулаты все там проблемы, там, признаемся, решаются, да, там, поощряется свобода выбора и так далее, что ошибки – это окей. То есть ошибка – это новая возможность, где можно для себя что-то открыть. Еще очень классная штука, когда, мне тоже один лайфхак, возможно, в будущем пригодится, когда вы берете на работу нового работника к себе, собеседуете его, важно, сами, то есть вы берете, как останетесь шефами, собеседуете каждого члена команды сами. И в ближайший месяц они вам рассказывают очень много интересного про вашего… Про вашей страны. Вот стажер придут, и потом расскажут в следующий месяц. Мне чего-нибудь, да. Ну, вот, собственно, атмосфера здоровой семьи. Так, ну, если говорить про основные принципы, тоже про семью, ну, то есть это вот, в принципе, я про все рассказал. Если говорить про еду, я так понимаю, что вы пришли еще на мастер-класс, я сейчас кое-что вам покажу. Наверное, первое блюдо, которое мы решили приготовить, у нас, знаете, какое-то время назад мы сделали дикционный сет, который называется «Черный лебедь», и мы собрали разные тренды, так скажем, все, которые есть в меню, собрали их полностью на себя и сделали, буквально провели людей по этим трендам. «Черный лебедь» — это поносимый талеб, это еще одна очень интересная книга, рекомендую прочитать. Это про те случаи, которые вокруг нас, которых мы не замечаем, но они в корне меняют нашу жизнь. Ну, коронавирус, например, да, раз и остановился ресторан. Но мы открыли онлайн «White Rabbit», то есть ресторан весь работал онлайн. Это вот, наверное, главное преимущество, как можно по другим взглядам посмотреть на обычную вещь. Вот про это, то есть это блюдо, то есть гребешок мы просто его открыли и подали по-другому. То есть гость ждет обычно гребешок вот в нижней части, так скажем, шалфиш, да, это ракушки, а мы его просто открыли по-другому, и вот он, собственно, висит. И, наверное, это вот главное, как сделать все наоборот. Вот, например, вы знаете главный секрет Рене Радзепи? Кто-нибудь из вас задумался об этом? Почему Рене Радзепи-то? Ну, вот, что он сделал не так? Что он сделал не так же, как все остальные? Почему он выделился? Что в нем есть? Рене оригинал, потому что он придумал делать соусы из маринадов. Что сделал Рене? Он взял все маринады, то есть вот эти все ферментации, да, он взял все вот эти ферментированные всякие вещи и сделал из них соусы. То есть он все подает с этим маринадами. То есть ты ешь, и вот эти уксусные маринады, они у тебя везде перекликаются в каждом из блюд. То есть это как некая такая нить основная, да, и вот, собственно, для этого, мне кажется, важно. Каждый найти должен свой почерк и найти какие-то вещи, которые вам позволяют посмотреть на вещи с другой стороны. В общем, морской гребешок – это история про здоровое питание. Самый полезный, наверное, дикий морской гребешок в России. Они дикие все. Ну, думаю, вы работаете с дальневосточными. И мы нашли ягоду, которая поднимает витамин С в организме. Это проект про то, как можно правильно, собственно, в этом соусе и в этом соусе все есть для того, чтобы хорошо переварился морской гребешок. То есть ты съедаешь и практически не чувствуешь его. То есть калорий – ноль. То есть у тебя все переваривается, так как там есть рассол. Рассол правильно успокаивает бактерии, кишечники. Вообще говорят, что кишечник думает за мозг. Знаете, да? То, что он помогает, скажем, думать. Ну, не знаю, что думает, но во всяком случае влияет точно на настроение. Да, на наше. Поэтому там должны быть правильные бактерии. Вообще я считаю, что будущее за полезной едой или хотя бы безопасной. Да, это, наверное, главное. Следующее блюдо очень прикольное. Называется кочерыжка. Да, капуста-кочерыжка. Я думаю, можно делать. Идея в чем? Однажды я решил… Я часто вдохновляюсь на рынке, общаюсь с людьми, которые продают. Я попал туда и такой… Я часто спрашиваю людей там… Например, блюдо «Окрошка» придумал там. Когда мы были со стажерами на кухне, и у меня была идея приготовить из того, из чего никто не готовит. Все едят соленые огурцы, я решил взять рассол. То есть я взял этот рассол, сбил зеленью, получалась «Окрошка». Ну, такого рода. Сигньючер-блюдо «Вайт Рэббета». Мы, кстати, завтра будем готовить на ужине его. Так вот, я пришел на рынок и спросил у бабушек вот этих, которые продают квашеную капусту. Я говорю, «А сколько капусты вы реально заквашиваете в определенный отрезок времени?» Они говорят, «200 килограмм где-то». Я говорю, «А что вы делаете с кочерыжками?» «Ничего, выкидываем там». Я говорю, «А можете мне их продавать?» Они говорят, «Да, мы тебе просто так отдадим их». Да, и они как бы поставляют кочерыжки сейчас нам. И самое интересное, что идея в том, что сделать, наверное, кочерыжки съедобными, это не так просто. С другой стороны, это, наверное, русская настоящая, русская кухня, жареные кочерыжки. Если вы посмотрите в «Славянский трапезу», то там книгу, то там, наверное, когда использовали, квасили капусту, все кочерыжки жарили в сухарях. То есть такой прям полезный очень был снэк. Мы приготовили кочерыжки, но не в обычном, необычным способом, как конфи сделали. И для того, чтобы закончить, так скажем, это блюдо полностью, я решил отправиться, собственно, отправиться на кухню и вот показать, это не надо, и показать, собственно, вот собрать все отходы. Спасибо. Собрать все отходы. Идея в том, что это как бы отходы, которые буквально, мы вот сейчас готовимся к ужину, какие-то здесь отходы ваши, я знаю, ребят, собрали, какие-то отходы мы собрали у себя в ресторане, точнее, вот у ребят в ресторане. И вот так же я сделал на кухне, я пришел, собрал у себя очистки и сварил из этого домигляс. То есть мы сварили соус из очисток. То есть по идее, ну, во-первых, это отход, да, это супертренд, zero waste, да, это будущее. Когда я однажды попал на Швецию, попал на кухню, это было лет, наверное, 10-8 назад, я подошел к мусору и понимал, что я не знаю, куда выбросить его надо. То есть у меня был, ну, шок, я не понимал, в какой из этих восьми баков я должен кинуть все это. Оказывается, я должен был раздельно собрать его, там, все удивлялись всегда, на меня смотрели, как на дикого человека, потому что мы в России дикие, к сожалению, нас никто этому не учит, но, раздельный сбор мусора тоже, наверное, одна из главных, главных моментов. Кстати, в Москве весь мусор перерабатывают сейчас. Здесь люди, которые перебирают его, можно им помочь. И в следующий день мы уже делаем тарелки из битых бутылок. То есть мы перерабатываем 4 тонны бутылок стекла от воды, от вина в месяц. Из этих бутылок мы делаем крошку, эту крошку отправляем на завод, на котором эта крошка плавит и делает для нас тарелки. То есть таким образом мы закрыли полностью цикл приготовления тарелок. Тарелки могут разной формы быть. Они очень красивые. Мы нашли дизайнера, который смог его круто, стильно сделать. И сейчас мы тарелки начинаем использовать эти. Это, наверное, такое самое яркое впечатление от этого. В общем, здесь кочерыжка. Я ее приготовил в этом отваре из этих коренев. Еще важный момент. То есть мы поделали домигляс полностью. То есть из овощей мы сделали вкус мясного домигляса. Домигляс, вы знаете, что такое, да? И варить там 48 часов. И обычно занимает, наверное, пол плиты на кухне. Это огромная кастрюля, которая буквально готовит этот домигляс. Пахнет, как крематорий, когда сжигаешь эти кости там. Но мало приятного. Ну и, во-первых, если говорить про будущее, про этикл джойники, да? Как говорят англичане, это удовольствие без вины по отношению к миру. Я, если честно, больше в эту сторону еще смотрю. И я за то, чтобы мои дети смотрели на живых телят и поросят. И для того, чтобы понять это, можно заходить на бойню и посмотреть, что там происходит. Поэтому я, наверное, за то, что будущее за насекомыми. То есть, во всяком случае, выращивать насекомые намного экологичнее. Ну, не уверен, что вы к этому готовы еще пока, да? Но чуть попозже. В общем, идея сделать кочерыжку в этом овощном отваре из этих очисток. И мы ее приготовили. Получилась такая некая шаверма. То есть, видите, внешний лист капусты, который никогда не используют. То есть, обычно внешний лист капусты, ну, вот он выглядит примерно так. То есть, мы его обжариваем, горелка, делаем такой некий лаваш из него. Заворачиваем эту кочерыжку, приготовленную. Да. И, собственно, добавляем туда сверху мы это чеснок маринованный. Ну, и цветы, и сам чеснок. И подаем с мисо-сметаной. И в мисо-сметану добавляем мисо из черствого хлеба. Короче, хлеб, который мы используем, у нас остается. Какой-то используем для панировки, а какой-то остается. И мы делаем из него мисо. Выращиваем. В этом и смысл. То есть, коджи – это тот грибок, который позволяет вам, собственно, вырастить плесень. Вот, наверное, японцы открыли его какое-то время назад. И благодаря ему сейчас огромное количество интересных. Можно раздавать. Лимон уже, да. Получается огромное количество вот этих бактерий, и ты можешь его везде использовать. Он является как стартер. Как работает коджи? Он, по сути, съедает белок у продукта и превращает его в вкус умами. То есть, тот вкус, без которого люди привыкают. Если вы смажете коджи рыбу, оставите на некоторое время или утку, например, филет, то она станет очень вкусной. То есть, там умами появляется вкус. Окей. Так, это кочерыжка. Если говорить про следующий курс, я хотел бы с вами поделиться еще одним интересным блюдом, разработкой. Я хотел бы, наверное, сейчас вам передадут лимоны. Да, можно раздать всем лимоны. В чем идея? Однажды я подумал про санэстезию. Санэстезия – это, наверное, самый яркий тренд в гастрономии и вообще в мире. Это когда люди воспринимают что-то привычное только другими органами чувств. То есть, вы, например, меняете вкус за счет того, что вы слышите и видите. То есть, у вас вкус меняется. Это разработка специально была сделана для глухонемых. То есть, они для того, чтобы выстраивать новые нейронные связи. вам сейчас раздадут лимоны, да, вы можете передать друг другу. Сейчас мы проделаем с вами некий эксперимент, который мы разработали совместно с Lailas Leveling. Это известный фуд-дизайнер из Эндховена. По сути, сейчас мы с вами будем пробовать. Есть один и тот же продукт, но за счет того, что мы будем видеть и слышать, мы будем с вами менять ощущения. То есть, вам будет кисло, а потом, наоборот, сладко. За счет того, что мы будем чувствовать. Надо просто всем передать лимон. Возьмите все подольки, но не торопитесь есть. Я сейчас вам расскажу, что будет дальше. Итак, друзья, сейчас с Laila я познакомился в Эндховене. Собственно, есть такая известная выставка Design Dutch Week называется. Очень рекомендую посетить. На которой, наверное, выставляет экспозицию огромный дизайнер, огромное количество людей. И вот на ней я понял, как люди могут реально воспринимать какие-то новые старые вещи по-новому. В общем, сейчас я рекомендую вам взять лимон и начинать его пробовать. Он такой кислый. И послушать, собственно, кислый звук. Да, ешьте, это кислый. И можете смотреть на него. и продолжать ешьте лимон. Не знаю, как у вас, но у меня сводит скул и слюнопоток пошел. Да, немножко замрите. Да, достаньте лимон. Сейчас я включу вам сладкий звук и прилагаю есть то же самое лимон. Это сладкий саунд. Конечно, новые нейроны связи нужно выстраивать путем постоянного повторения. Но это история про тех, кто до сих пор пьет чай с сахаром с утра и хочет отказаться. Вот вы можете собственно это делать. Да, это вот мы сейчас еще очень интересную штуку сделали совместно с Лайлой. Мы делаем поделку майонезу. То есть сегодняшний день мы делаем ажемазик. Причем его не подаем майонез, но даем людям почувствовать себя в качестве этого соуса. Это очень интересный тоже экспириенс. Это в новом сете дегустован как раз будет будущим. Да, давай куколарду сначала. Итак, я хотел бы еще одним рецептом с вами поделиться. Это по сути история про кокосовое сало. Однажды я попал в Бангкок и собственно там у меня была идея приготовить что-то с использованием российской инфлюенции. Сейчас я расскажу вам как это собственно произошло. Я буквально на кухне есть такой шеф известный Гаган Анант может знаете Гаган ресторан и я у него должен приехать и сделать русский ужин. Я делал там собственно ужин но когда я начал готовить у меня была идея не заканчивать меню до конца пока я не придумаю какое-то блюдо с русской инфлюенцией. И честно говоря я смотрел на дуриан знаете дуриан такой вонючий очень продукт я у себя ферментировал его в гостиничном номере потому что у меня гостиничный номер был с таким с кухней и я его ферментировал квасил кстати после ферментации он намного хуже пахнет чем на самом деле почему я делал это в номере потому что Гаган ненавидел запах этого продукта и попросил меня не делать в ресторане ничего с ним у меня так ничего не получилось потом я взял кокос и хотел сделать вареную сгущенку то есть я хотел сделать вкус вареной сгущенки но потом понял что вареную сгущенку тоже никто не понимает и она очень сладкая была кокоса когда я собственно открыл кокос таким образом я прям помню себя как я буду как будто бы я сейчас на кухне у него там я взял собственно ложку и как авокадо достал буквально эту мякоть кокосовую я достал его вот при помощи ложки кстати очень просто сделать получился такой очень интересный продукт я его собственно взял замочил то есть я порезал его зачистил аккуратно да и одна скорлупы да получился вот такой очень похожий мне кажется на шматок сала продукт согласитесь похожи я подумал а если я возьму этот шматок сала кокосового и реально замарину как учил меня мой отец я за что я сделал я взял зачистил собственно кусок кокоса молодого кстати тоже zero с никто не многие не знаю что кокосе но есть мякоть внутри как бы все выпивают сок но не знает что внутри вы скажете ну как владимир ну какой кокос русской кухни о чем вы знаете что огурец в россии появился в конце четырнадцатого века соленый огурец вот мы считаем русской кухни бочковой возможно через какое-то время в сочи будет расти кокосы я не знаю ну я все-таки в это больше верю нежели мы будем убивать животных в общем что мы делаем мы берем кокос берем чеснок просто зубчик чеснока ну даже больше чуть побольше управляем чеснок кокосу берем немного укропа в данном случае мы берем зелень укропа это можно использовать вы знаете куда надо мигляс или там бульон сварить нарезаем очень произвольно потому что потом оттуда достанем с этим маринад вы можете несколько раз использовать засолки берем обычную соль в отличие от классического засолки с сала много соли надо здесь немного немножко черного перца для пикантности аккуратно перемешиваем теперь собственно вот растираем этот аромат и когда я растирать начал я уже понял что это работает реально просто пахнет реально салом и вот получается такое сало из кокоса кокосовое сало коколардо его назвал потому что в мире все знают лардо итальянское сало нежели российское я вот так назвал и приготовила такой фейковый бутерброды гостям в первую очередь я попробовал это на своем сушефе я приготовил он бутер такой он его съел горит шеф но это очень вкусно но это сало с черным хлебом я такой бинго она получилась за он не знал что это веганское сало я приготовил веганское сало русские веганы во время поста плачет когда пробует это просто они как в жизни не пробовали и вы знаете что не все едят свинину кстати да есть кто не ест свинину здесь впервые попробуйте сало сейчас друзья я вас поздравляю с этим да но собственно это не свинина в общем и самое главное преимущество этого сала знаете какое уже готово все 15 секунд дальше вы берете защищаете вот маринада и аккуратно тоненько тоненько нарезаете такие кусочки сало и вот если бы зашли только что в комнату я вам показал вот это говорю сало и вы бы поверили поверьте сейчас вам принесут эти бутерброды это бородинский хлеб кстати тоже очень важный момент что бородинский хлеб имеет свою историю там по одной из версий 1812 году появился и там монахинь добавили кориандр в него можно раздавать вам сейчас принесу такую картонку на картонке для вас послание не торопитесь выбрасывать да сразу я расскажу что там дальше но сначала можно делать сервис хоть да и только сделал небольшой вам вариант попробовать то есть бородинский хлеб приготовлен по тому рецепту собственно и как коколардо кокосовое сало да веганское сало это много очень держите да собственно это получается у вас коколардо вы можете да можете попробовать это не свинина точно поверьте я тоже не с ним просто это это кокос кокос засолен как сало но по вкусу абсолютно дело очень похож то есть идентичен это как раз про мастер-класс наверно про то как надо вдохновляться давайте забрать как можно как можно вдохновляться из вещей как собственно можно иногда смотреть на какие-то штуки с другой стороны ты просто вот а получаешь inspiration от мира это вот наверно в этом смысл да кокосовое сало друзья и всем досталось или еще поднимите руку кому не досталось не досталось сейчас катя раздаст кто попробовал похоже на сало друзья ваша папа я сегодня был на рынке там много сало продается у вас да то есть у вас это сибирская кухня будьте врос салом мне кажется здесь это готовят а кто из пока поднимите мне руки пожалуйста а кто из красноярска красноярска а ну много вас вас а кто из других городов ну 50 на 50 примерно здорово круто что вот вы обязательно общайтесь друг с другом и меняйтесь с вами гастрономическими предпочтениями и изучайте про корни шанишки сегодня были огонь да то есть это важно не забывать корни да ведь мы все отличаемся у нас у каждого есть гастрономический код это важно а а следующее блюдо еще которое я хотел вам показать которое мы тоже придумали это наверное такое современное искусство десерте мы придумали напечатать все летом и собирали цветы все летом собирали цветы и делали из них эфирные масла после этого мы собственно делали центрифуги и рутовали делали так и собирали ароматную водичку делали то есть дистиллята делали получался отдельно аромат 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 на вода и мы превратили это в желе и это десерт подаем сейчас white rabbit и вам приносит такой десерт которым вы можете вырастить те цветы которые те цветы которые в мы собрали да они находятся у вас на картонке вы можете сами это проделал сейчас достав свой телефон на можем прямо сейчас сейчас можно телефон достать нормально доставайте телефон да вам нужно зайти на инстаграм white rabbit а если не подписались подпишитесь в инстаграм white rabbit зайдите именно white rabbit знаете такой ресторан есть да мотребит москва да сейчас кило ваше проверим да заходите на white rabbit да не взяли подписываться это я пошутил но если хотите там есть вот знаете маски до штука маски вас на маске нажимаете на маски там увидите цветок нажмите на цветок напишите нажмите попробовать попробовать и теперь а направьте на свой до цветок да на что бы работал вай-фай только да там есть метка метку нужно считать надо будет сделать что не за сопоставить ну да где растет у вас растут цветы и друзья что у меня нет надо и растет и она просто сопоставить это не так просто кстати сделать но вы знаете японцы тратят на бансаи больше двадцати лет поэтому надо просто потратить какое-то время у меня чуть не читают да ну у тебя растет да это шафран у вас тоже растет, да? да она окей у меня выросла надо выросла? 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 обонався надо попробовать себя вот видите? да 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 как это? надо начинать снимать? надо вот так перевернуть не надо снимать надо просто сопоставить не видите какой цветок да да у них тоже есть у многих у меня тоже что-то не растет у меня тоже что-то не растет попробуйте ее образе да друзья но это еще не все важный момент да? на этой бумаге есть послание для вас для каждого из вас и важно послушайте меня пожалуйста я понимаю что вы там влечены в выращивание цветком вы можете дома попробовать с хорошим интернетом будет хорошо расти важно что семена этих цветов в этой бумаге вам нужно просто ее закопать и их вырастить да для этого надо просто закопать и поливать все это бумага из семян этих цветов да в общем сейчас вы можете цветы вырастить при помощи digital а если у вас будет терпение то вы сможете закопать эту бумагу и вырастить цветы давайте сделаем так вы если у кого-то появятся цветы да там то выкладывайте в instagram отмечайте меня процесс закапывания можете и так далее я буду вас репостить это наверное очень важный момент самое главное я хотел бы сказать что все уже сделано эти ребята посеяли семена вам осталось только вырасти так что да неси все получится давайте друзья всем спасибо да самое главное верьте в себя у вас все получится ура всем хорошего дня желаю да и хорошей учебы спасибо вам да пару вопросов да нет конечно и ответ на вопросы ответ на вопросы да вот вы готовите старинный рецепт где вы ходите и какой старинный рецепт вас и надобновил по вкусу по техникам я и моя команда мы занимаемся процессом который называется глокализация это обратный процесс глобализации то есть мы путешествуем по нашей стороне и изучаем так скажем русскую кухню изучаем русские продукты если говорить про где я ищу вдохновение вдохновение обычно как вдохновляться оно же как знаете как спортзал ходить и прокачаться заниматься или бегать что там делать в хоккей играть это то же самое здесь то есть нужно просто вдохновляться и все искать информацию про русские книги есть кулинарный ларец такой ресурс в котором собрано огромное количество исторических книг там есть книги Авдеевы Левшина Малаховец важный момент понимать что в русской гастрономии очень мало книг рецептов по причине того что повара раньше были из такого сословия не было информации знаний не умели читать писать и поэтому очень мало книг сохранилось буквально происходит так что французы приезжают и учат нас собственно по сути записывать наши рецепты и сохраняя это в таком виде как они сейчас есть поэтому я бы рекомендовал вам конечно кулинарный ларец это наверное самый мощный ресурс в котором можно найти книги а так конечно ленинская библиотека в Москве я часто иногда езжу как часто часто это когда у меня билет есть в общем да посетителя там есть очень крутые вещи интересные там я например нашел водицу рецепты рецепты на интересные там иногда находятся ну и вообще ищите и найдете да еще вопросы а что вдохновило я не ответил что вдохновило меня какой рецепт вдохновил меня на что-то ну лосины губы наверное меня удивили очень да ну и наверное какие-то вещи которые обычно которые мы сейчас не готовим лебедь например почему и какой момент почему мне всегда было интересно почему раньше готовили а сейчас нет и вот этот процесс ты начинаешь как клубок разматывать все и вот это узнаешь историю российской кухни четверговую соль которую раньше готовили а сейчас не готовят ну то есть много моментов а так в принципе наверное каждое русское блюдо оно очень интересно так еще вопрос это же праздник каждый день алиса сторонничьей детства это праздник каждый день что-то происходит то есть в этом смысл то есть мне кажется white rabbit является если есть сюрреализм на кухне то это там настоящий такой сюрреалистичный проект на стег вперед где каждый день что-то происходит повара это не просто люди готовят это люди которые оформляют экибаны из фермерских продуктов которые вешают какие-то там капусте там к потолку прикручивается то есть это просто каждый день происходит какая какой-то просто взрыв мозга то есть и там есть гастрに спектакль там есть kitsoner set отдельное с меню файд Онинга есть отдельное меню шеф-тейблей, да, там, в проекте. То есть это люди, которые… Это проект про людей, которые готовят для вас, в первую очередь. Мы, кстати, открыли недавно, вот я рассказывал как раз про детские воспоминания. Это очень крутой курс, когда вы делитесь своими детскими воспоминаниями, приезжаете в ресторан, получаете дегустационное меню, и для вас готовят ваши детские воспоминания в нем. То есть вам в сете приносят одно из ваших детских воспоминаний. Ну, понимаешь, что это выполнено в таком очень авторском подходе. То есть мы вдохновляемся от человека сначала, изучаем все про него. Сейчас просто это сделать, Инстаграм зашел, все понял. Да, но иногда есть люди, которых нет Инстаграма, да, это сложно бывает. Но поэтому «Алиса страны чудес» — это сказка, та самая сказка Луисы Каролова. Еще? Смелей. Работая поваром? Со всеми проблемами, связанными со здоровьем, ты можешь столкнуться. Конечно. Даю совет. Всегда даю совет. Становишься, мучиливый, потащи всегда говорит. На любой вопрос ответ, на вопрос «Как ответить практика?» Делай. То есть если в любой ситуации, которая попала сложной, ты делаешь так. Становишься, берешь в руки мячик воображаемый и при вдохе... Да, давайте вместе. Но вставать надо, это сложно. При вздохе ты поднимаешь, вытаскиваешь мячик из воды, при выдохе ты утапливаешь. Еще раз. Еще раз. Все? Все? Делайте. Да, проблемы реально на кухнество есть, да, проблемы есть. Но глупо не говорить о них, да, это важно говорить, важно знать. Лайфхаки, которые помогают избежать проблем со здоровьем, но для каждого индивидуальные, наверное. Кто-то может поднять 200 килограмм котел, кто-то не может это сделать. То есть это... 20, sorry, 200, это что-то я перебрал, наверное, про тяжеловесов. У меня парень, друг есть, который 250 гирю поднимает, друг, но он на это учился специально. Важный момент, учиться на это, да, вот вы сейчас делаете все для того, чтобы не навредить своему здоровью, по сути. Вы учитесь, как работать правильно. И здесь, наверное, психология, это тоже один из самых главных, наверное, козырей человечества. Ну, вот, понимать, как правильно учиться, чтобы не сойти с ума. Потому что иногда можно сойти, да, аккуратнее. Я до сих пор не уверен, что я нормальный, как бы, честно говоря. Еще вопросы? Можно? Да? Что-что? Почему я не участвую в Бакисдор? Слабак, потому что я не готов. Я не заканчиваю школу Бакюза. Ну, иногда нужно честно отвечать и понимать «Аэм хуаэм». Для меня я так не считаю. Но это не в этом дело. Наверное, мой стиль немножко отличается от стиля Бакюз Дуор. Вот так. То есть я выбрал немножко другое направление. Я люблю простую еду, несложно. Я считаю, искренне в это верю. Я очень люблю царство небес, тоже Бакюзы, и так далее. И я очень хорошо отношусь к вратцузской кухне и понимаю, что это фундамент. Я люблю еду а-ля минут. То есть когда она приготовлена в моменте, считаю, что в ней есть жизнь. Когда выкладывание на тарелочках, это прям для меня стресс. Ну, стресс за тех людей, которые будут ее есть эту еду потом. То есть они будут ее есть. Это, наверное, разное. Я говорю про ресторан, я говорю, я не из этого теста просто слеплен. Я за то, что я человек, который готовит в ресторане для людей. И мне кажется, что в нашей профессии есть очень важный момент. И мы с вами, находясь в этом, так скажем, чуть не сказал болоте, да, находясь в этом, в этой профессии, мы иногда не зашориваемся и не замечаем интересных моментов. Да, поэтому надо погружаться вот осознанно в это. То есть если ты готов, то погружайся. Но еда, а-ля минута, она быстрая. Вот в этом, наверное, смысл есть. То есть мы с вами можем сделать человека лучше. То есть человек, который голодный, но если я голодный, то я в очень плохом настроении. Представьте себя, голодными вас, да, вы приходите в ресторан, вы хотите что-то поесть. И когда, если тебя объяснять, начинают рассказывать, как это там, где-то взятое из какой-то там долины, которую принесли, это стори-теллинг, это тоже важно. Но главное, это еда. Да, человек должен съесть, ему должно понравиться. Это не эксперимент над гостем. То есть он должен полюбить вас. И, наверное, главное, я вот как раз всегда говорю это с шефом, которые со мной работают рядом, что прежде чем выкладывать еду на тарелку, делайте, представьте, как будто вы рисуете свое будущее на ней. То есть, не знаю, делайте это с любовью. И тогда будет вообще другой вайб. еще вопросы. Давайте, ну, какой молодец. Что, что? Вы общаетесь с различными другими шефами, что им нравится, что им не нравится в узких ухе? Ну, я остался с крестьянам и те нам пример, Что нравится, что не нравится? Наверное, что нравится? Сейчас я просто хотел проверить, написал или не писал? Я считаю, что русская кухня уникальна. И она реально может нас с вами, то есть, наша задача, наверное, русскую кухню популяризировать. Да? И делать это очень правильно, осознанно. Не забывать про свой такой signature-code, который в каждом из нас. Мы из разных городов. Здесь половина из Красноярска людей, половина из Красноярска? Я из Красноярска. Круто. А половина нет. То есть, у каждого есть signature-code свой. Кто-то приехал из другого города, у них там по-другому готовят. Те же сами шанишки, я знаю, в Перми готовят по-другому. То есть, тебе важно понять это и транслировать дальше. Не забыть про это. Да, но что именно понравилось торопедным шефам? Я из моей кухни, которая... То есть, то можно с полчей, можно с вашей. Сложно сказать. Мне за себя говорить как бы. Надо, наверное, вы не спросите. Делились, да. Обратную связь получал, да. Но вам нужно... Вы не стесняйтесь сами спрашивать. Можно же спрашивать. Я имею в виду шефов сами спросите. Это работает, реально работает. Просто надо... Не знаешь, что надо закидывать шефам вопросы там постоянно. Просто задайте вопросы, может быть, это возможно. То есть, во всяком случае, вот, например, у нас многие ребята из команды стажировались в разных ресторанах мира. И это возможно. То есть, можно... Есть ресурс, можно шефа написать там, который ответит на какие-то вопросы. то есть, я готов из санатов передать вопросы, там, письмо там и так далее. Ну, вы все говорите на английском, пишите, наверное, да, учат вас этом. Понятно, что надо на одном языке с ними разговаривать для начала. Это чтобы понять, услышать ответы. Сначала надо понять, на каком языке он говорит, а потом уже получить обратную смесь. Ну, если говорить про блюда, наверное, какие-то блюда поразили, многие поражают. Многие... Простые, наверное, для шефа важно попробовать самую простую русскую кухню. Это сам вкус. То есть, понятно, что для нас всех надо попробовать, потому что у нас еще один самый главный скилл, наверное, это насмотренность. Чем больше вы смотрите на какие-то вещи интересные, тем чаще вы можете это транслировать потом. ну и чем больше вы смотрите, потом у вас появляется... Это влияет на ваш почерк. Поэтому не стесняйтесь смотреть. Смотреть, учить, читать. Еще, ребят? Проблема? С ингредиентами сейчас? Качество ингредиентов? Проблема, допустим, не знаю, персонал или нету какого-нибудь твоего видения кухни, копирования, что-нибудь такое? Правильно ли я услышал вопрос? И вот не понял, то есть отсутствие школы, наверное, не, уже есть школа. Не было школы раньше, наверное, в этом проблема. не обучали просто людей. Мало очень осознанных людей в нашей профессии, тем более. Чем больше будет таких людей в мире дальше, тем, наверное, проще будет нам жить на планете. Во всяком случае, оставить ее для нашего поколения будущего. Ответил на вопрос? Спасибо большое. Да. Спасибо.